Приветствую, друзья! Я руку буду держать, как мыслитель там, насколько я шутник. Знаете, но у меня есть серьёзный вопрос. Вот как передать мироощущение и полноту миропонимания в коротком тексте, музыке, картине? Посоветуйте, кто умеет, друзья, как подключить ИИ для масштабирования по всей планете нашего научного чуда от Школы Человечности, Школы Человек Будущего, для сокращения войны кризисов на планете и потребностей в лекарствах, путём использования собственных наших ресурсов человеческих, для музыки, живописи, самого метода ключ, способа компромисса между хочу и надо, для развития творческого мышления, через раскрытие потенциальных заторможенных способностей, улучшения здоровья и творческого долголетия. Это синхрометод. Каким действием делается? Это вот средством полной свободы. Пять минут в день. Удобное для вас время. За закрытой дверью, чтобы не было проблем между вами и обществом. Да, потому что полная свобода – это то, что вам хочется в этот момент делать. Хочется кричать – кричите, хочется стонать – стоните, хочется бурчать – бурчите, хочется ножкой топать – топайте, хочется делать вид, что вы в волейбол играете, волейбол или фехтование, или бой с тенью. Без всяких снарядов моделируйте эти действия, которые идут по подсказкам организма. А для этого нужно понять, что вы как маленький ребенок, как свое детское, делали в детстве то, что вам хотелось. Когда хотели – танцевали, когда хотели – пели, когда хотели – стонали, когда хотели – ели, когда чего хотели. Но делайте это за закрытой дверью. Вот в чем компромисс между вами, между вашим «я хочу» и обществом. Это вообще уникальное научное чудо, потому что до этого, раньше, до нашей школы человечности, до школы «человек будущего» никто никогда в мире не додумывался, как соединить то, что ты хочешь, с тем, что надо. Вот такие вот вещи. Это называется синхрометод. Повторяю, средством полной свободы, 5 минут в день, в удобное время, но за закрытой дверью, чтобы проблем с социумом не было, а была гармония между вами и обществом, для этого к принципу обучения на основе повторения добавляем новый принцип, о котором знали, но не был озвучен. Это принцип подбора путем перебора по критерию индивидуального соответствия по скорости автоматизации начатого действия. Ну, значит, комфортно. Вы что-то начали делать, например, боксировать с мнимым собеседником, с мнимым противником, а вам не идёт, но не подходит, а вот хвост подходит, или лыжник подходит, или дирижирование подходит. Вот то, что быстрее автоматизируется, то вам легче делать, то как раз-таки и снимает напряжение. Это так называемая реабилитация. Это прекрасный способ освобождения после травмы психологической, после физической. Это можно применять только за закрытой дверью, чтобы не было проблем с обществом. Да, это очень важно. Это свобода. Да, но свобода в обществе, вы же понимаете, даже ногой качать иногда неприлично на людях, когда вы сидите на каком-то собрании или перед выступлением. Вам же неудобно там что-то делать такое, которое качает эндорфин. Делайте это до выступления, за несколько вечеров, в удобное время. Это очень крутая методика. Итак, это делается для снятия блоков ума и тела, гармонизации духовно-физической целостности, согласования психических и физических процессов. Это техника реабилитационного восстановления и антистрессовой подготовки к предстоящим ситуациям, например, к переговорам, экзаменам, соревнованиям, выступлениям, к свиданиям, путём перехода на менее затратный режим работы мозга, на лучший биоритм переработки информации в моменте, по примеру механизма, мама, например, качает ребёнка и подбирает ритм его покачивания. Да, и он начинает успокаиваться, даже не зная никаких теорий. И мама, инстинктивно, не зная никаких теорий, делает это из поколения в поколение, благодаря чему есть и мы с вами. Поэтому так можно выпускать пар напряжения и восстанавливать свою нормальность. А мы все творцы. Таким образом, ранее инстинктивные действия, выживание, теперь мы делаем в форме осознанных упражнений. Но в этих упражнениях главное – вектор внимания на решение волнующих проблем, а не на качестве их выполнения, как обычно нас учили. Делай так, делай так, не отвлекайся. Нет, наоборот. Это очень важно, что вектор внимания во время выполнения различных действий, которые вам нравятся в моменте, за закрытыми дверями, пять минут в день, в удобное время, вы делаете, думая о том, о чём думается, о том, что волнуется, особенно за несколько вечеров до важной встречи. И там вы будете чувствовать себя уверенно, свободно. Музыку писать будете. Вы будете чувствовать, что вам помогает природа. Картину рисовать, вы будете чувствовать, что вам помогает природа. Чем бы вы ни занимались, вы будете чувствовать, что и как надо делать. Будете чувствовать, как решать ранее нерешаемый вопрос. Это очень здорово. Таким образом, очень важное соединение между тем, что я хочу и как мне надо. Это свобода за закрытой дверью, чтобы не было конфликта с обществом, а наоборот была гармония. Там, где вы открываете свои творческие способности, живёте дольше, молодеете, даже меняется цвет кожи, и вы становитесь более харизматичнее. И вас начинает больше любить, уважать, и вас начинает нуждаться, потому что вы становитесь для всех людей, да, поддержкой, да, друзья. И теперь, пожалуйста, кто знает, как соединить ИИ с тем, чтобы мы могли этот текст большой таким образом оптимизировать, таким образом раскрасить, разукрасить, сделать масштабированным по всей планете от школы человечности, до школы человека будущего. Итак, пишите, друзья. До встречи.